Ребята, всем привет! С вами Александр, вы на канале Минеры. Сегодня мы говорим о бисвапе, а точнее об игре в кальмары. Да, она как бы закончилась, да уже месяц, наверное, и прошел, но игра еще дает о себе знать. А именно, у нас есть две новости. Розыгрыш джекпота на 350 тысяч БСВ. Какие были правила, как надо было принимать участие, в общем-то, какие итоги, кто победил, заработал ли я на этом что-то. И вторая новость, немаловажная, но она тоже связана с игрой в кальмара. Это коллекционные NFT, которые будут выдаваться взамен на игроков в кальмара, в том числе и на робиков. Подробненько об этом сегодня поговорим, так что ставьте лайкосик, регистрируйтесь на бирже бисвап, если вы этого еще не сделали, поскольку здесь действительно можно заработать. Ну а мы начинаем. Ну и начнем с джекпота, который разыгрывался между всеми держателями NFT-шек игры в кальмара. 350 тысяч БСВ были распределены между тысячей игроками, и распределены они были неравномерно. То есть первый игрок получил просто космическую награду, там в размере аж 100 тысяч. Какие были у нас условия? Нужно было иметь игроков кальмара. Это первое и главное условие. Второе условие. Игроки должны были играть в игру версии 1 или 2, ну либо в обеих. И третье условие. У вас они должны быть, они должны были быть сожжены там или... Ну не знаю, зачем это сожжены, если сожжение еще не введено, потому как бы это правило никто не мог нарушить. Выбирали они с помощью рандомайзера. Ну, кто хочет углубиться, есть ссылка в описании, как этот чейнлинк работает. Ну, вообще-то нам это не интересно. Ну вот тут идет дальнейшее описание. Кто на момент розыгрыша оказался конечным держателем NFT-шки, тот в общем-то и принимал участие. Хотя вот это вот как бы странная вещь. Если можно было купить буквально в последний день эту NFT-шку, а как мы знаем, то месяц игры уже как бы нет, то тот, кто купил эту NFT-шку, то есть он ею воспользоваться точно не мог в игре. И потому здесь какая-то странная формулировка. Игрок должен был играть в игру 1 или 2. То есть не важно, кто им играл, получается. Потому что те, кто вот недавно покупил NFT-шку, то есть они это точно не играли. Потому, ну, на самом деле не важно, конечно, но не совсем понятно. Итак, вот так распределялся джекпот, ребята. И вот это вот человек просто, блин, просто фартовый, да, которому на первое место 30% дали. Представляете, здесь как было все распределено. Первый игрок 100 тысяч получил, второй 52, третий 28, 17, ну и так, в виде по умолчанию. С 11 по 50 игроков получили 350, по-моему, у нас в чате был человек, который получил 350 бсв-шек. 250 человек с 50 по 350 получили по 140 бсв, и 700 человек с 300 по 1000 получили по 70 бсв каждый. Сейчас переходим к... сейчас перейдем непосредственно уже на страницу игры. Но, смотрите, здесь была такая особенность, то есть игроки, вот ваш выигрышный игрок подсвечивался зеленой рамочкой, а игрок, которого вы купили, приобрели у другого игрока на торговой площадке, подсвечивался другой рамочкой. То есть здесь как бы они как-то это дело разделяют, но что-то я не пойму, на что это могло повлиять в конечном итоге. Когда вы переходите на главную страницу, на squid-nft.io, здесь есть у нас кнопка jackpot, она горит new, вы на нее нажимаете и попадаете на вот эту вот страницу. Так, давайте я залогинись, а то я перезагрузился. Итак, я залогинился, один из моих аккаунтов, видите, у меня здесь 14 игроков, и если бы я выиграл, здесь у меня бы загорелась циферка 1 или 2. В розыгрыше принимали участие конкретно каждый отдельный игрок, то есть теоретически один человек мог забрать все себе выигрыши. Ну, то есть можно было несколько раз получить награду. Каждый игрок принимал участие независимо. То есть его уникальный номер, его айдишник, по нему шел розыгрыш. И не важно, у кого он находится, ограничений не было, что один игрок, а одна победа. Получается, если бы у меня здесь была циферка 1 хотя бы, то у меня игрок бы посвятился рамочке. Либо зеленой, если он был типа мой, и я им играл, либо он был бы там оранжевой рамочкой, если бы я его купил на рынке, но сам не играл. Ну, как я понимаю. Неважно, каким цветом посвятился бы ваш игрок, вам бы за это дали награду. У вас вот здесь бы высветилась сумма вашей награды. Например, 100 тысяч BSV. Чего нам размениваться? Пусть будет 100 тысяч BSV. И у вас бы горела кнопочка Harvest. Вот, собственно говоря, на второй вкладке внизу есть кнопка Ranking List. И это, собственно говоря, список всех победителей. Вот ID-шники игроков здесь подсвечены. Можете как бы найти, проверить, информацию по ним посмотреть. И здесь у нас 100 страниц по 10 штук. То есть 10 тысяч победителей. Эх, жалко, да? Представьте, 100 тысяч это у нас, ну, если по нормальному курсу по 2, это 200 тысяч долларов. Если это все дело закинуть в стейкинг, фарминг на годик, то это было бы еще. Дванные пулы, то там реально плюс 60% годовых. Было бы уже тогда там где-то 160 тысяч, а еще умножить на 2. То есть это бы легко, в общем-то, цифра превращалась бы там в 300 тысяч, а то и полмиллиона долларов. С грамотным подходом даже без торговли. Ну, как видите, несмотря на то, что у меня было довольно много команды игроков. Ну, у меня тут, вот я так вот прикидывал, у меня 80 тысяч энергии. Количество игроков примерно, наверное, штук 60-70. У меня большинство игроков в районе тысячи. Часть игроков по 500, часть игроков по 2 тысячи и пару игроков там по 4 тысячи. А давайте сейчас прикинем. Это же у меня, собственно говоря, цифры SE энергии. Попробуем сейчас как бы посмотреть. Итак, если я не ошибаюсь, то у меня среднее количество энергии на игрока это 1250. Количество игроков 74. И сумму я насчитал здесь 92 тысячи. Ну, возможно, я тут буквально одну цифру какую-то лишнюю зацепил. Но не суть важна. У меня точно там не меньше 80. И 74 игрока. Это тоже довольно точная информация. Ну, к сожалению, мне не повезло. И я ни на одном своем аккаунте ничего не выиграл. Хотя у меня аккаунтов было игровых там сколько штук? 6-7. И на некоторых было по 14 игроков. У меня было минимум 2 аккаунта. Были еще аккаунты там по 8, по 6. Ну и так далее. Разбросано было игроков. Ну что ж, как говорится, не получилось у меня громко хлопнуть дверью в игре в кальмаров. Но все равно еще у нас есть одно событие. Это коллекционные NFT-шки. И здесь немножко посложнее. Так что давайте разбираться. Первое, что бросается в глаза и что очень важно на этой картинке, это вот эта вот цифра 300 NFT. Если мы прокрутим немножко вниз. Релиз у нас в августе. Не помню, в Телеграме я не встречал точные даты. Может, это, кстати, будет даже не 1 августа. Но об этом нам объявят точно в Телеграме. Так что подписывайтесь на мой Телеграм. Там вступайте, там я сообщу и так сразу, как узнаю. Что такое NFT Collectibles? Это ограниченный выпуск NFT-шки, который можно получить только путем сжигания без вап робиков. Ну то есть сжигание это по факту обмен. Мы отдали своих, они сожглись, нам выдали других. Сюда в их входят робики. И сюда входят автобусы и игроки в кальмара. Всего будет 300 уникальных NFT 5 уровней. Ну чем выше уровень, тем больше бонус он дает. И вот на этом этапе уже как бы радостная улыбка с моего лица, как говорится, куда-то испарилась. Тот, кто слушал внимательно, тот сам понял, что если у меня у одного было игроков только примерно 75, то вы представляете, сколько всего игроков есть во всем мире. Я не знаю, сколько там их сотен тысяч. И на все эти сотни тысяч всего лишь 30 уникальных NFT. Это говорит о том, что получить их будет невероятно сложно. Даже не читая вниз, уже как бы этот факт становится очевидным. Ну вот тем не менее, давайте будем разбираться дальше. Какие бонусы они дают? Увеличивают кэшбэк до 15%. То есть это максимальный уровень. Пятая NFT-шка какая-то максимальная может дать вам кэшбэк 15%. То есть вы платите 0,1% комиссии и кэшбэк, я так понимаю, это от комиссии. Вот этот будет возвращаться до 15%. Но вот эти вот все бонусы, насколько я понимаю, они будут добавляться к вашим текущим бонусам. Увеличенное реферальное вознаграждение. Ну то есть сейчас рефералка там, поскольку 3% дает. Ну смотря от чего. От стейкинга 1%, от фарминга другой, от комиссии 3. То есть он добавит до 1%. Двойной пул, то есть будет уникальный пул с двойной наградой. Как вы знаете, это как бы самые жирные на данный момент пулы, которые появляются несколько раз в месяц. И дают, ну, хороший процент. То есть там он, по крайней мере, держится довольно долго в районе 70-60%. Там процентов он в течение месяца ниже не падает. И он будет уникальный. Это будет как бы пропуск. Сейчас у нас пропуск это холд денег в холдерс пуле. Но будет еще какой-то уникальный пул с более высоким процентом комиссии. Мне это было бы очень интересно на самом деле. Но вот эти все кешбеки, ну, неплохо. Для большинства игроков вот это было самое, наверное, вкусное. Для тех, кто много здесь обменивает, это вот 15%. Ну, для рефералов, для меня как блогера, вот 1%, честно говоря, меня не особо привлекает. Мне кажется, что оно мало на что повлияет. Потому что рефералка на DEX, ну, слабенькая такая штука. Потому что у рефералок очень низкая комиссия. То есть 0,1% и с этого 0,1% ты получаешь 3%. Ну, это, короче, сущие копейки. Ну что, вы заинтригованы? Я очень. Давайте смотреть дальше. Кэшбэк, да, начисляется от комиссии при обмене парам из белого списка. То есть не все даже монеты будут идти на кэшбэк. То есть есть какой-то белый список. Посмотрим, есть ли он дальше. Ну и уровень кэшбэка, да, зависит от того, какая у вас NFT. И еще даже тут момент, видите, есть две таблицы. То есть первых полгода у NFT будут одни показатели, а через полгода они будут снижены. Если NFT на первом уровне будет давать 2,5% кэшбэка, но не больше 10 тысяч. То есть вы представляете себе, сколько нужно сделать обменов? Это надо на тысячу умножить. У нас 0,1% стандартная комиссия, да, на бисвапе. То есть это надо еще как бы 3 нуля сюда. То есть нужно 10 миллионов в месяц обменять, чтобы упереться вот в эту... Не, ну я немножко неправильно посчитал. Здесь же у нас кэшбэк 2,5%. Ну не важно, все равно там сколько-то миллионов нужно прогнать, чтобы упереться в этот лимит. То есть, ну эти NFT по факту рассчитаны для китов, для крупных игроков, у которых сотни тысяч долларов, у которых команда игроков были, наверное, по там не по 80 тысяч, там 60, как у меня было, а тысяч по 500 миллиону SE энергии. То есть вот такие люди могут получить выгоду с этого обмена. Так, ну и тот счастливый обладатель NFT-шки 5 уровня может получить кэшбэк на 15%. Кстати, пока что тут непонятно, может ли одна NFT-шка, допустим, 5 уровня, она дает вот эти все 3 бонусы, либо у каждой NFT-шки будет бонус на что-то одно. Одна NFT-шка дает бонус на кэшбэк, вторая NFT-шка дает на двойной пул, а третья NFT-шка на рефералку. Ну, судя по тому, что я прочитал, кажись, одна NFT-шка дает все 3 бонуса одновременно. Ну, вот с таким вот процентом. Но через полгода, как видите, процент будет снижен вдвое практически, даже чуть больше, чем в 2. Ну, лимиты остались точно теми же. Но, опять же, для простых смертных это как бы точнее ничего не значит. Да вот даже для меня это как бы ничего не значит. Просто я не смогу этим воспользоваться. У меня нету таких миллионов, чтобы делать эти обороты. А вот и ответ. Обратите внимание, владельцы предметов коллекционирования получают как комиссионный возврат, так и кэшбэк. Ну, все работает одновременно. Начисляется это на отдельный баланс. Лимиты сбрасываются каждый месяц, то есть это лимит на месяц. И эту NFT-шку можно передавать или продавать, но, скорее всего, передавать. Может, и они будут на продаже, потому что бонус привязан конкретно к NFT-шке, а не к кошельку. Ну, и вот здесь есть конкретный пример. Например, допустим, на NFT-шку у вас лимит 10 тысяч на первого уровня. Ну, возврат комиссии максимально 10 тысяч. Вы использовали половину лимитов, 5 тысяч, и потом ее продали. То есть они будут таки продаваться. То вместе с NFT-шкой продается ее и лимит. То есть она будет у нового владельца давать еще 5 тысяч BSV. То есть не 10 тысяч он не сбрасывается, не блокируется. Сколько осталось, столько, в общем-то, и перейдет новому владельцу. Следующий тип награды – это двойной бонусный пул, специальное предложение. Он будет выпустен через месяц после запуска обмена. И в зависимости от того, какой у вас уровень NFT-шки, столько вы сможете застейкать. Опять же, первый уровень, второй, третий, да, в общем-то, и четвертый, и пятый дают мало что. То есть на первом уровне вообще, то есть лимит на стейкинг всего лишь 100 BSV, это вообще ни о чем. Сейчас, чтобы получить награду в двойном пуле, нужно в холдерс пуле стейкать 500. А здесь будет всего лимит на втором уровне 500. Ну, а на пятом 5000 BSV. Ну, если еще пятый, неплохо, если там будет довольно существенный процент. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что он будет даже, ну, даже какие-то там 200% этот пул. Интересно, конечно, посмотреть, но слабенькая штука. Для большинства простых пользователей платформы это было бы хорошо. То есть, ну, 5000 BSV имеют, больше 5000 имеют не так много игроков. Больше 5000 BSV, большинство простых пользователей платформы, ну, на самом деле, не имеют. Так, если у пользователя есть несколько NFT-шек разных уровней, то это все дело стейкается. То есть, если у вас две NFT-шки первого и пятого уровня, у вас лимит будет 5100. Опять же, если вы, допустим, у вас было две NFT-шки, какая там вот они считают, ну, неважно, первый и второй уровень, грубо говоря, вы решили, поставили в стейкинг сколько там, 600 монет, да, потом решили одну NFT-шку продать, то у вас лимит как бы изменится и, наверное, сотка вам вернется на кошелек, ну, или как-то так. То есть, ваш двойной пул будет обрезаться. То есть, продавать их можно, передавать, но это все влечет за собой сразу же последствия. Ну, вот, будут удалены из пула. Ну, как удалены, ну, возвращены на ваш кошелек. Ну, дополнительную информацию ждем. Следующий пункт, это реферальные вознаграждения. Ничего здесь интересного нет. Вот, смотрите, какие награды. На фарм и на пул процент вот такой вот, ну, мизерный реально со свапа тоже. Видите, даже пятый уровень NFT-шки будут давать всего лишь один процент. И в данном случае, если в случае с двойным пулом, то у нас количество, чем больше у нас NFT-шек, тем больше у нас пул, то есть, он суммируется, то в данном случае вы будете получать процент только от одной максимальной NFT-шки. Если у вас есть NFT-шка первого и пятого уровня, у вас не будет 0,7%, у вас будет также 0,5%. То есть, процент максимальный, это вот тот, который есть у пятой NFT-шки. Больше он быть не может. Ну, и он не суммируется. Ну, там нужно будет как-то менять статус активное NFT и неактивное. Вот здесь нужно будет переключать, если у вас каким-то чудом окажется несколько NFT. Ну, кстати, они же появятся на... Эти NFT-шки появятся на рынке. Если каким-то образом они будут стоить дешево, чисто для эксперимента, я мог бы купить какую-то NFT-шку там первого уровня за пару десятков баксов. Если она будет стоить, конечно, сотни долларов, то оно нафиг не надо. Ну, а теперь самое интересное, да, то, чего все ждали. Как же получить эту эксклюзивную NFT-шку? Чтобы получить новую коллекционную NFT-шку, нужно обменять старые, а точнее их сжечь. Это будет отдельная вкладка на NFT-эрне. Ну, вот где-то здесь, вот NFT-стейкинг, буст, апгрейд, вот здесь где-то появится вкладка Эрн. Кстати, давайте посмотрим, как там поживает мой робик. Вот мой один бедняжка, единственный робик, он не что-то 0.22 БСВ заработал, ну, после того, как я от анстейкал остальных. Кстати, появился пул, недавно же было здесь два пула, ВБНБ же не было, по-моему. Да, было только USDT и это. Робики еще, в общем-то, на самом деле будут жить, по-моему, около 9 месяцев. И при хорошей цене они еще успеют даже себя окупить, на самом деле. Обменивать наши NFT-шки можно будет на основе их СЕ энергии. То есть, ну, у робиков есть RB энергия, у NFT-шек есть СЕ энергия. Нам нужно насобирать определенное количество этой энергии, чтобы обменять на коллекционную NFT-шку. Также участвуют робики. Вот при обмене NFT-игроков кальмара и автобусиков будет учитываться количество СЕ энергии в сумме ваших NFT-шек и количество мест в автобусах. То есть, нужно будет, чтобы обменять игроков кальмара, нужно будет обязательно иметь еще и автобусы. Ну, по крайней мере, так это звучит. Важно отметить. То есть, все NFT-шки должны быть сняты со стейкинга, но это про робиков. Будет еще какое-то дополнительное условие для создания NFT-шки, которое в этой статье не озвучено. Его озвучат в день запуска. Но это в качестве борьбы с мошенниками, чтобы никто не мог там подготовиться. То есть, обменять NFT-шку можно либо на роби-бусты, то есть, робиков можно самих обменять коллекционные, а если вот SE-энергия, кальмарчики, то вместе с автобусами. Нельзя комбинировать в одном обмене робиков с игроками в кальмара. Вот так вот я это понимаю. Нельзя комбинировать RB и SE. Робики сжигаются отдельно, автобусики с игроками сжигаются отдельно. И вот теперь вот самая интересная табличка это требования. Вот эта вот таблица у нас, это часть таблицы, вот вторая часть находится по этой ссылке, мы сейчас туда перейдем. И смотрите, это условие, которое нужно выполнить, чтобы получить NFT-шку всего лишь первого уровня, ребята. Теперь плачьте. Чтобы первые 30 игроков здесь еще все дико, дико нереально, потому что нужно еще и успеть, ребята, но вы сами знаете, ботоводы и все дела, никто не успеет это сделать. Даже, даже если бы вы теоретически успевали это сделать, вам нужно иметь 50 тысяч энергии только для того, чтобы обменять на коллекционную NFT-шку первого уровня. Первого, ребята. Нужно иметь либо 500 энергии в робиках, либо 50 тысяч энергии в игроках в кальмара. Ну и для игроков в кальмара еще нужно иметь, я так понимаю, 10 автобусов. То есть оно в сумме считается. И это для первых 30-ти, в которые вы никогда не успеете. Если вы успеете во вторую 30-ку, что тоже маловероятно, вам нужно иметь 100 тысяч энергии. Если вы хотите попасть в третью волну, то нужно иметь 150 тысяч энергии. То есть, вообще, чтобы попасть в первую сотку, нужно иметь 200 тысяч СЕ энергии. Ну, таких игроков на самом деле не так уж много. Ну, я понимаю, что их немало, но их в тысячи раз меньше, чем простых игроков, у которых там несколько тысяч СЕ энергии. И получается, что простые игроки остаются ни с чем. Даже я остаюсь ни с чем, потому что у меня там 80-90 тысяч энергии, ну, я же никак не попаду в первых 30. Просто печаль, беда. Если вы опечалились, ставьте лайк под этим видео. И выскажите свое мнение в нашем телеграм-чате. Вот, давайте разберем пример. Первое требование для первых 30 NFT-шек, точнее, для первых 30 людей, которые хотят получить NFT первого уровня. То есть, для несуществующих людей, ну, среди простых смертных, NFT первого уровня. То есть, нужно иметь 500 RB в робиках или 500 SE плюс 10 автобусов. То есть, это как бы гарантирован. Ну, 10 баз, это имеется 10 мест в автобусе. Капасити, емкость. То есть, 3 автобуса третьего уровня, 1 автобус первого уровня нужно иметь и 50 тысяч СЕ энергии. Теоретически, вот это все дело бы сделал, но я же не фигу спею. Реально, не успеешь. Допустим, вы хотите получить коллекционный предмет NFT первого уровня, чтобы иметь возможность сделать это с более низкими требованиями, то есть, чтобы потратить 50 тысяч энергии, а не 100 либо 200, вам нужно войти в число 30 первых пользователей, которые приобретут эту NFT-шку. Если для этого тарифа, то есть, если вы не успели в первых 30 за 50 тысяч сей энергии нету уже для вас иных фтишку, то копите еще столько же, то есть, собирайте на вторую волну на 100 тысяч, но это, короче, нереально, то есть, может у них будут как-то волнами это делаться, то есть, сначала одна волна, вторая, третья, но это тоже ни на что не повлияет, ну, не успеют люди. это все сделают ботоводы и те игроки, которые как бы там автоматизировали свои процессы, у которых была куча бабок. Ну, чем раньше вы обменяете, да, тем дешевле вам это обойдется. Я бы, конечно, рад и во вторую тридцатку попасть или в сотку или тысячу, но где же набрать-то столько сей энергии. Вот такие вот, в общем-то, ребята, печальные новости. Давайте сейчас мы поглянем на вот эту, поглядим, поглянем, прикольно, поглядим на вот эту вот таблицу. Это все было для первого уровня. Если вы хотите NFT-шку второго уровня, то вам нужно быть в первых 25 игроках и иметь уже 300 тысяч, а в первую сотку 600 тысяч сей энергии, ребята, 600 тысяч и 25 мест в автобусах. Если вы хотите NFT-шку третьего уровня, то нужно попасть вообще тут в первых 10 за 700 и в первых 50 за миллион стоя сей энергии. Вообще, сколько интересно людей, у которых есть миллионы сей энергии. Мне вот просто интересно. Я так понимаю, вот что для, ну, для людей, у которых есть миллионы этой сей энергии, то как бы они тут особо, наверное, не будут, как бы, обижены. Они-то гарантированно получат, если там не пятый уровень, то как бы четвертый. Потому что таких игроков не так уж много. Ну, вы поняли, да? Чтобы быть первым в числе тех, кто получит третий уровень NFT-шки коллекционный, нужно бы попасть в первую десятку за 700. В первую тройку нужно попасть, чтобы за 2 миллиона получить NFT-шку четвертого уровня. А, если у вас есть 6 миллионов, то можете попытаться в первых 15 попасть. Ну, это, короче, намного более реально, чем попасть, получить первую NFT-шку. Вот, что самое забавное, на NFT-шке первого уровня конкуренция будет больше всех. ну, и для пятой NFT-шки за 8 миллионов пятую NFT-шку получит только один человек, за 9 миллионов получит второй человек. В общем, тут всего лишь 5 человек, всего лишь 5 штук. Их будет NFT-шек пятого уровня. И их получат люди, у которых от 8 до 12 миллионов. Ох, вот такие вот, в общем-то, дела, ребята. Давайте вернемся на эту прекрасную картинку, она мне нравится. Здесь у нас хрюшка на заднем фоне, и в ней много денег. Ну, несмотря на такое не очень радужное завершение игры в Кальмара, да, что нам немножко там подрезали доходность, когда ввели игру в Кальмара версии 2, она тоже оставалась очень прибыльной, все равно там больше 20% в месяц, ребята, в месяц давали эти игроки. Мне вполне устроило, если бы оно так и было, даже если бы это было 10% в месяц, мне бы тоже это очень устроило. Это было бы 120% годовых, вдвое-втрое выше, чем в холдерст, вдвое-втрое выше, чем там в классическом фарминге и стейкинге на монетку БСВ сейчас. Сейчас там, как видите, там 47% или 43% сколько там в пуля БСВ награда. Меня бы это вполне устроило, я бы продолжал играть всеми своими игроками, потому что платформа надежная, ты в ней уже уверен, ты уверен в том, что тебе это все выплатят. БСВ как бы давно подтвердил, что он топ биржа, ну, даже интереснее, чем тот же панкейк, своими возможностями, разнообразием своих возможностей. Несмотря на все там перипетии, что они там что-то меняли, переигрывали, игра в кальмара это топ. Это был топ. Притом довольно-таки простой, который давал возможность зарабатывать очень разными способами. И чеканка игроков, и перепродажа, и игрой самой, с робиками, та же история. В общем, да, несмотря на такой печальный конец, на то, что я не выиграл в джекпоте ничего, на то, что 99% из тех, кто смотрит это видео, не смогут даже претендовать на получить вот эту вот NFT-шку коллекционную, BISWAP остается крутой платформой. Я продолжу следить абсолютно за всем, что здесь происходит, потому что все-таки все, что здесь было, все давало возможность заработать. Даже стоимость монетки тоже дает возможность заработать. 4 раза она сходила с 30 центов на 2 доллара. То есть, можно было просто озолотиться, если это все дело заметить в самом начале. Я же присоединился к платформе уже когда ей было полгода и большую часть халявы я пропустил на самом деле. Но я остаюсь с платформой и площадкой BISWAP и давайте в общем-то вместе, ребята, следить за всем, что происходит здесь, за всеми новостями и новыми возможностями, которые я уверен они будут еще на этой площадке. Также, ребята, присоединяйтесь к сообществу BISWAP в любой из удобной для вас социальной сети и к программе Space Agent для популяризации нашей Dex. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. Всем пока и до скорых встреч.